Всё. Значит, запись у нас идёт, я надеюсь. Так. О, значит, запись у нас идёт. Теперь я вас поздравляю с прошедшим праздником, потому что, говорят, праздник, он всегда с тобой. У Хумингуэя есть такая книга «Праздник, который всегда с тобой». Это, наверное, Песах. Наше стремление к свободе, оно, наверное, всегда с нами, каждый день. Это прежде всего. Вот. Дальше, как всегда, мы с вами с молитвой и с просьбой ко Всевышнему, чтобы у нас было понимание в труднейших вещах, которые мы с вами берёмся изучать. И вот мы сегодня начнём с вами книгу «Рут». Просим у Всевышнего помощи, чтобы у нас было понимание в этом деле. Вы увидите, насколько это непросто. Конечно, пойти по тривиальному пути, рассказать, что была женщина. Она вот была из Мааба, пришла, вышла замуж за Бозой, потому что она была очень скромная. Из её потомков произошли цари, родился, прежде всего, царь Давид. Это, конечно, всё очень просто, но мы с вами не пойдём тривиальными путями. Во-первых, начнём с того, что я хочу с вами поделиться, что я живу очень недалеко от того места, где происходили события, где Рут встретилась с Буазом. И небольшой такой форпост, как это называют, находится недалеко от нашего поселения, от Нага-Даниэль, на север, в сторону Решалайма. И он называется, этот форпост называется «С де Буаз», «Поле Буаза». Вот я попробую вам сейчас продемонстрировать такой небольшой отрывок, небольшой фильм, чтобы мы представили себе, где же это было. Экран видно? Да? Мы видим с вами экран? Да. Отлично. Вот, долго мучить вас не буду, но немножко. И вот эта дорога, она ведёт, ведёт, уходит. Отсюда она идёт в Бейт-Рей. И здесь начинается история, связанная с Давидом. Мы можем представить себе маленького Давида, который пасёт скот. И он идёт по этой дороге со скотом в сторону Нерушалайма. Это тогда город Евусеев, крепость, в которой живут, живут одно из кананских племён. И он смотрит и видит, что это особое место. И он, когда ещё маленький мальчик, он решает, что это будет столица Израиля. Не только административная, не только торговая, главное – духовная. Он уже тогда решает, что там будет построен храм. Когда он совсем-совсем ещё маленький, выходит из дома своего отца Ишая, который находится в Бейт-Лехене. Вот мы с вами видим этот город Тейк-Лехен. К сожалению, сегодня арабский город без единой еврейской семьи. И дальше то, что нам надо было бы представить с вами – это история про бабушки Давида, которую зовут Рут. Поселение, которое мы с вами только что прошли, называется Сте-Боаз, поле Боаза. Мы помним эту историю, что Рут приходит из Моава. Вон оттуда, из маавитских гор, с маавитского плата. Она сюда спускается вместе с Наоми, которая в голодные годы ушла из Бейт-Лехена, оставила землю вместе со своим мужем Эбим-Лехом. И вот теперь, через 10 лет она возвращается, но она потеряла всю семью, единственную, кто её... Так, здесь мы с вами остановимся. Здесь мы с вами остановимся. И вернёмся к самому тексту, к вернёмся к книге Рут. Постараемся познакомиться с ней. То ощущение, конечно, что ты живёшь прямо на том месте, где происходили эти события, оно невероятное. Может быть, ты стоишь прямо на том поле, где Рут собирала колосья, идя вслед за жнецами. Может быть, на этом поле она встретилась с Боазом. Кто знает, ощущения потрясающие. Но на одних ощущениях мы не сможем построить наш урок, и поэтому мы с вами возвращаемся к тексту. Возвращаемся с вами к тексту. И вот мы с вами видим, знакомимся, повторяем историю, с которой, в общем-то, мы с вами хорошо знакомы. По крайней мере, я рассчитываю, что многие знакомы с ней. «И было все дни, когда судили судьи, и был в стране голод. Один человек из Бейт-Лехема, Иуды, ушёл, чтобы пожить в полях Моавицких. Он и жена его, и двое его сыновей, и имя этого человека, и имя жены его, и имя двух сыновей его, Махлон и Кильон. Были они и фротяне из Бейт-Лехема, Иуды, и пришли они на поля Моавицкие, и стали жить там. Но умерли Мели, муж Наоми, осталась она с двумя сыновьями своими, и взяли они себе жен Моавитяна, как мы звали Орпа, а другую звали Руд, и прожили они там около десяти лет. И умерли они оба, Махлон и Кильон. Мы помним, что Наоми с двумя невестками собирается обратно, потому что она узнаёт, что закончился голод в Бейт-Лехеме, и во всём колене Иуды закончился голод. И вот по дороге она уговаривает своих невесток, которые знатного рода среди Моавитян, вернуться обратно к семье своего отца. Орпа послушала, в конце концов вернулась, а Руд пошла вместе с Наоми. И вот мы видим этот момент, и сказала Наоми, и вот невестка твоя вернулась к народу своему, и к богам своим. То есть она вернулась служить идолам, потому что в семье Элемелиха всё-таки не служили идол. Возвращайся, и ты за невесткой своей, говорит Наоми Руд. Но сказала Руд, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдёшь, пойду и я. И где ты заночуешь, там заночу и я. Твой народ, это мой народ, и твой Бог, мой Бог. Где ты умрёшь, там я умру, и там похоронена буду. Пусть воздаст Бог всесильный и ещё усугубит, если не разлучит меня с тобою лишь смерть. Только смерть разлучит меня с тобою, говорит Руд Наоми. И они приходят быть лехи. И Руд, как вы помните, выходит собирать колосья за жнецами, которые они оставляют на поле. И потому что Наоми Руд, они бедные, если они были раньше знатного рода, то теперь они обетнели. И вон она собирает колоски на поле Буаза и знакомится с Буазом. И в конце концов выходит замуж за Буаза. Буаз человек пожилой, ему 80 лет, только что умерла его жена. И вот в конце книги мы видим, что от Руд происходит царский род. И вот родословная Переца, Переца сына Иуды, от которого было предсказано, что будут цари. Перец, породил Хитцрона, Хитцрон породил Рама, Рама породил Аминадаба, Аминадаб родил Накшона, а Накшон породил Салму, и Салма породил Буаза, а Боз породил Овида, Боаза, который мы говорим в этой книге, породил Овида, а Овид породил Ишая, и Ишай породил Давида. Вот, как бы, такое спокойствие, спокойное повествование, и все вроде бы в порядке, и мы чувствуем мир и благополучие в юге, и хорошо голод, но голод кончается, и наступает уже полное благоденствие, и Руд выходит замуж за глаза, и рождается Дамит. Не может быть, что-то здесь скрывается, есть здесь какой-то секрет в этой книге. Если в пространственном отношении мы немножко сориентировались, события происходят возле Бейт-Лехема, Бейт-Лехема, который недалеко от Иерушалаема, Бейт-Лехема, который является столицей Иуды, самого сильного колена на тот момент, среди колен Израиля. Но когда же это происходит по времени? Когда же это происходит по времени? И было в те дни, когда судили судьи. То есть мы понимаем, что речь идет об эпохе судей. Эпохе судей, которая началась после смерти Иерушуа, и продолжалась порядка 360 лет. Эпоха очень трудная, постоянная, напряженная борьба с окружающими народами. Ни одно из колен не очистило свою территорию полностью от кананских племен. В какой-то момент кананские племена чуть было не захватывают власть обратно, не вытесняют все колена земли Израиля. Во времена судьи дворы, которая противостоит им, и ей удается оттолкнуть их колено, восстановить власть колен на территории земли Канаан. И непонятно, в какой момент вот эти события происходят. Судили судьи, хорошо, в эпоху судей. Но когда? В эпоху, но когда в эпоху судей? И помогает нам сориентироваться, как всегда, помогает нам сориентироваться наши источники, помогает сориентироваться гемара. И вот мы с вами здесь, здесь мы с вами видим, что в Талмуде, в Масахид Баба Батра, скажите, видно мой лист сейчас? Или нужно сделать заново? Видно. Вот в Талмуд Бабли, в Бавилонском Талмуде, в трактате Баба Батра, Баба Батра говорится, Ивцан – это Боаз. Очень интересно. То есть, у него два имени, одно из имен Ивцан. Ивцан – это судья. Давайте посмотрим, в какой момент живет Ивцан. Для этого мы с вами откроем таблицу. И представим себе, что здесь происходит в этой таблице. Мы знаем, что в эпоху судей из каждого колена поднимался судья в тот или иной период. Мы представляем себе, что судьями назывались руководители народа. И некоторые из них выходили на войну, сражались с врагами. Но они не называются полководцами, называются судьями, потому что всем было очень хорошо понятно, что духовное состояние приводит к тому, что враги могут захватить часть территории, которые могут поработить сыновей Израиля и собирать с них дань. Это все из-за недостатков, которые обязательно должны быть решены. После того, как сыновья Израиля одерживали победу, судья, именно судья, он становился во главе народа и стремился, старался исправить те недостатки, которые были. Главным недостатком в эпоху судей, пожалуй, было идолопоклонство. Сыновья Израиля, не сумев завоевать все земли, начали заключать союзы с окружающими народами. И это привело к тому, что обычаи окружающих народов, их представление о мире и образ жизни, все очень повлияло на сыновей Израиля, идолопоклонство, само по себе, как бы молитва, обращение к Баалу, к хозяину того или иного места, того или иного поля было распространено сыновей Израиля. И это было главным недостатком периода судей заключения союзов и, как следствие, распространение обычаев народов мира и вплоть до иного поклонства среди колен Израиля. Ни одно колено, кроме Иуды, не завоевало всю территорию. Но и колено Иуды впоследствии было вынуждено отступить и оставить часть территории. Давайте мы сейчас ориентируемся по времени, а потом попробуем посмотреть карту и представить себе, что, в общем-то, территория страны Израиля, она не была единой, она была рассечена кананскими племенами. Мы с вами видим, что с 981 по 975 год до этой эры правит Ифтах, а за Ифтахом правит Ифцан. Я напомню, что Ифтах был человеком не очень грамотным и он одержал победу над Амоном и обещал, что первое, что выйдет ему навстречу из дома, он принесет в жертву. Первой вышла его дочь. И здесь возникнут самые-самые разные проблемы. Он не принес ее в жертву, но девушка жила в уединении и очень быстро умерла. Это Ифтах. И тем не менее Ифтах, он освободил народ Израиля от власти ОМОНа и считается одним из судей. И вот за ним правит Ифцан из Бейт-Лехима. Мы не знаем ничего про Ифцан из Бейт-Лехима. Книга судей нам не рассказывает практически ничего про него, кроме того, что у него было 30 сыновей и 30 дочерей. И всех он выдал за муж, за дочерей выдал за людей из других колен, а сыновьям взял жен из других колен. Но посмотрим. И вот здесь, может быть, какой-то у нас наметится ключ разгадки, что же здесь происходит в книге Рут. Найдем мы какой-то ключ, подход. Посмотрим, что нам говорит, опять же, трактат Баба Батра. Рут рассказывает нам об Буазе, который мы представляем себе, что он никто иной, как Ифцан. И вот трактат Баба Батра нам говорит так. И сказал Раба Барбара Уна, сказал Раб, передается слово Раба, и было у него, имеется в виду Буаз, 30 сыновей и 30 дочерей. Мы знаем, что так говорится об Ифцане. И вот теперь Гемара переносит это на Буаза. И 30 дочерей он выдал замуж наружу, и для 30 сыновей взял невест снаружи. Снаружи мы поняли уже, что это в другие колена. И судил Израиль 7 лет. И каждый год устраивал 2 пира. Как-то получается 7 лет на 2 пира, на 60 детей. Ну, можно себе как-то представить и посчитать. Это сейчас не самое главное. Но понятно, что... Тут нужно учесть, что говорится, что у него 60 детей. А для каждого он устраивал 2 пира. Всего 120 пиров. И так далее. Но это не так интересно. Как следующее заявление. И ни на один из пиров он не пригласил Мануаха. Теперь у меня главный вопрос. Кто такой Мануах? Подскажите мне, пожалуйста. Только не молчите. Отвечайте, пожалуйста. Я прошу. Папа Шимшона. Отлично. Отец Шимшона. Из какого он колена? Из колена Дана. Из колена Дана. А мать его, имя которой известно из Медрашим, Цалфани или Цалфанит. Она из колена Иуды. И вот почему же Буаз не пригласил Мануаха? Сказал. Дорогой сосуд он. Чем вернет он мне? Он беден. Он сам по себе человек очень драгоценный. Но он очень беден. Чем он вернет мне? И поэтому все дети Буаза или Ивцана, что одно и то же, умерли при его жизни. И вот тут сплошная загадка. И дело в том, что Агаду, так же, как и многие Медрашим, очень часто нельзя воспринимать буквально. Она на что-то намекает. Она о чем-то говорит. Она пользуется посылками. Иногда даже, может быть, не совсем верными, чтобы дать намек, чтобы сказать каждому из нас задумайся, подумай, что происходит здесь. Я как бы не так давно. Мне было интересно, как относятся к этой Агаде сегодня. И вот я открываю интернет, и есть много уроков, естественно, по Торе. И вот я слушаю очень грамотных людей. Вот слушаю лекцию на 40 минут. Что, в принципе, когда ты идешь кому-то в гости, то его потом нужно пригласить в гости. Или ему нужно принести такой подарок, чтобы это компенсировало более-менее трапезу. То есть то, что ты у него, то, что у него съел. Вот, говорит мне этот человек, прямо с экрана интернета, прямо с экрана компьютера, что поскольку Боас просчитался, он не хотел сделать неудобно Моноуку, потому что Моноуку не может его пригласить на такой же пир и не может принести ему богатый подарок, поэтому он не приглашал Моноука. Но таким образом он его обидел, и из-за этого у него умерло 30 сыновей и 30 дочерей. И когда я это слышу, у меня кроме слова «гиволт», «караул», у меня нету ничего. Понимаете, ну хорошо, но есть такой момент. Хорошо, как бы человеку отдать, возвратить в том или ином виде то, что он тебе сделал хорошо. Но это же не абсолютное правило. Как же, а что же вообще тогда бедных людей не приглашать на хупу, не постараться сделать им хорошо. Как же, все время нужно вести такой подсчет и расчет. И Боас из этого исходил. И видишь, и потому, что он обидел Моноука. Умерли у него все дети. И прямо вот мне так рассказывают, и рассказывают, и рассказывают. Я сижу, слушаю. 40 минут больше у меня не хватило терпения. Он дальше продолжал. Что мы здесь видим? Ну, конечно, да, есть такая посылка, что хорошо бы, хорошо бы, как бы, человеку постараться сделать хорошо на то, что он тебе сделал хорошо. А если у тебя не получилось? А если ты опоздал? А если ты не можешь, то, что он должен обижаться, что это абсолютное правило? Ты нарушаешь что-то. И если Боас просчитался, допустим, и обидел Моноука, то у него 60 детей умерло теперь. Безусловно, дети его не умерли. Да, безусловно, дети его не умерли. Они умерли в том смысле, что из них ничего не получилось. Мы не видим у Боаса продолжения. Боас судья. Он должен держать народ. Как мы сейчас увидим довольно в трудный период. Должен защищать его, должен обеспечить его благополучие и позаботиться о его духовном росте. И мы не видим, чтобы его кто-нибудь помогал, сыновья, его дочери, его все это как бы рассеялось. Они в этом смысле умерли. Нету продолжения. Как будто умерли. Нету ему помощника. Каждый может сказать, что у него умерли все дети. Он всех детей похоронил в своей жизни. Просто, просто что-то невероятное. Говорят, что тот, кто... Говорят, что тот, кто не верит в Агоду, тот человек неверующий. А кто верит в Агоду, тот человек глупый. Как же быть? Понятно, как быть. Нужно верить, что Агода – это истинное учение. И нужно понимать, что она не говорит напрямую. Это устная Тора. Устная Тора, она отличается... Она, пусть того, как она и записана, она остается устной Торой. В том плане, да, что устная Тора, пойми сам. Догадайся сам, да, сообрази сам. В этом плане Тора остается устной. Она как бы не все записана. Далеко не все записана. И даже иногда самое главное – не записана. То, что записано – это не совсем то. И Тора осталась устной. Теперь пойди пойми. И совершенно неважно, да, совершенно трудно поверить в то, чтобы Боас, человек великий в Торе, так просчитался с морально-нравственным уровнем. Не пригласил бедного человека, потому что он считал, что бедный человек, ему не сможет ничего... Он вообще, что ли, бедных не помогал им? Не приглашал их? Что это такое? Я здесь вижу простую вещь. У Боаса была проблема с Монорхом. И то, что он, как бы, может быть, оправдывался, говорил перед другими, да, так это была просто отговорка. Какая же... Откуда возно про Монорхом? Он из колена данный Монорх. Вокруг много людей. И он должен всех знать. Человек бедный, не очень грамотный, да. Он вообще, может быть, нигде не появляется. Откуда Боас должен знать про Монорха? И что происходит сейчас? Сейчас мы с вами пытаемся разобраться. Прежде всего... Прежде всего, давайте с вами откроем карту. То, что, может быть, я не сделаю сразу, да. Посмотрим с вами карту. Секунду, да. Вот. Карту. Это карта. Примерно, приблизительно. Состояние... Состояние колен, так сказать. Земли, которая была завоёвана и земли, которая не была завоёвана. В общем-то, и в то время, когда жил Боас. Мы видим с вами, да, что всё побережье, филистимляне, плештим, да, цидон, цидоняне, цор, всё это, вся финикия, которая должна была быть завоёвана, она осталась также не завоёванной. Кроме того, мы видим, что Бейтшан, который находится в долине Израиль, да, он тоже не завоёванная. Вся долина Израиль не завоёванная. Страна рассечена на две части. Звулун, Нафтали, Ашер остались отсечёнными от Минаше, от Ифраима, да, и от Иуды. Минаше разделился на две части. Нет, не на две части, в том смысле, что одна часть Минаше живёт за Ярденом, да, а другая часть живёт, как сегодня говорят, на Западном берегу. Он разделился ещё на третью часть, которая откололась, осталась на побережье, на побережье Средневекового моря. А здесь разрезали плештимы, финикийцы отрезали эту часть. Здесь, как бы, не показаны мелкие анклавы, которые существуют внутри Ифраима и внутри Иуды. Они просто нам не показаны. Вся область Дишур, которая должна была быть завоёвана, да, осталась незавоёванной. Теперь мы с вами видим, да, мы видим с вами Иуду. И даже не показано колено Дана. Колено Дана должно быть здесь, да, на границе с плештим. Оно на этой карте даже не показано. Посмотрите, Дан оказался на севере. Дан оказался на севере, потому что часть колена Дана к этому времени, оно собрало, как говорят, свои пожитки, взяло оружие в руки и ушло на север, завоевать себе место для проживания на крайний север. Ещё севернее колено Ашера, колено Нептали, самых северных колен. Отправилось туда для того, чтобы завоевать себе землю подальше от плештим. Плештим властвует над Даном. Плештим угрожают Иуде. В какой-то степени они уже властвуют и в Иуде. Это та обстановка, которую мы с вами представляем себе. И покой в Иуде. Всё как бы прекрасно. Колено Дана соседей практически начинает исчезать. И ведёт напряжённую борьбу с плештим. А в Иуде покой и благополучие. На севере Ашера, Нептали противостоят ханаанским племенам, которые ушли на север. Хацор, город, который должен был быть, также завоёван стал столицей ханаанских племён. И они теснят и теснят постоянно сыновей Израиля. И в Иуде покой, тишь да гладь, как говорят, и Божья благодать. Что же это такое? О чём нам хочет сказать книга Руд? Наши книги иногда построены так, что в них самое главное – это то, что не написано. То, что осталось между строк. И мудрецы постепенно подводят к нас к этому и показывают, что за этим благополучием скрывается большая проблема. Какая проблема? Мы же понимаем, в принципе, какая проблема. Но мы с вами вернёмся на минуту к таблице. Вернёмся на минуту к таблице. Вот я поднимаю таблицу, как всегда, а у меня поднимают что-то другое. Итак, Ифтах, когда правит Ифтах, уже родился Шимшо. Ифтах, если он родился, он растёт. Ифтах, как мы видим, он правит 6 лет, является судьёй. После него приходит Ифцан. И Шимшон уже, в общем-то, подросток. После, во времена Ифтана. Ифтан правит 7 лет. Шимшон уже подросток. И он известен. Потому что в книге Судей говорится, что когда Шимшон начал подрастать, божественный дух начал, как бы, стучать. От Цераа до Аштеоль. Два места, которые в Дани, одни из самых городов. Не в том Дани, который ушёл на север, а в том Дани, который остался на границе с Плештин. Шимшон известен. Про Шимшона рассказывает Медраж, что ещё когда он был маленьким, он брал две горы и растирал их в порошок и выравнивал, делал место ровным. Неважно. Буквально это, не буквально. Но понятно, что необычный ребёнок не мог не остаться незамеченным. Он не мог не остаться незамеченным и в Иуде, и не мог остаться незамеченным и для Клештин, которые, филистимлян, которые пристально наблюдали за тем, что происходит в Дани, и готовились к захвату Иуды. И вот Шимшон уже известен. И он растёт. И у Боаза есть какая-то проблема с Манула. Он понимает, что в Дани растёт будущий спаситель. Возможно, уже и во времена Ивцана, Боаза, Шимшон выходит против филистимлян, женится на филистимлянке специально для того, чтобы затевать с филистимлянами ссоры, для того, чтобы они не обвинили всё его колено, а вели войну только с ним, с одним. И чтобы его колено и Иуда увидели, что с филистимлянами можно воевать, и можно бороться, и можно противостоять. И даже один человек, пускай наделённый Божественным Духом, когда Всевышний даёт ему силу, пускай один человек, даже наделённый Божественным Духом, но один человек может противостоять филистимлянам, может быть, поднимутся все. Он затевает личную ссору с филистимлянами из-за жены, якобы жены, которая ему, естественно, совершенно недорога, потому что это развратная женщина из другого народа и так далее, но он затевает с ними, с филистимлянами, ссору и воюет. Один из моментов, один из моментов, Шимшон, Шимшон старается не уходить в Иуду. Это происходит после смерти Буаза. Мы от смерти Буаза до того момента, когда Шимшон становится судьёй, когда он становится главою сыновей Израиля, когда он становится фигурой и сильнейшим человеком, и человеком сильнейшим в области Торы. Мать его, которая была из Моноах из Дана, был не очень грамотным, мать его была из Иуды, и она научила его Торе. И всё, что делает Шимшон, он делает по зову Божественного Духа все его войны, все его войны с филистимянами. И так от смерти Ивцана, он же Буаз, до того, как Шимшон становится судьёю, проходит 18 лет. И Буаза уже не от живых, но 18 лет это те же люди, которые живут с ним и окружают его. Через 18 лет они как можно представить себя живы и здоровы, что происходит через 17 лет. Шимшон оказывается на территории Иуды, филистимляне вторгаются в Иуду, в Иуде спрашивают филистимлян, зачем вы пришли? Они говорят, мы пришли за Шимшоном. Тогда люди Иуды находят Шимшона и говорят ему, зачем ты это делаешь, зачем ты воюешь с филистимлянами, разве ты не знаешь, что филистимляны властвуют над нами? Тогда Шимшон им говорит, хорошо, если вы боитесь филистимлян, свяжите меня и оставьте меня, только поклянитесь мне, что вы мне вреда не причините, отдадите в руки филистимляна, вы на меня руку не поднимите. Они его связывают и отдают филистимлянам. Шимшон разрывает веревки, он находит челюсть осла и бьет филистимлян, побеждает один филистимлян, поражает множество филистимлян один в одиночку. Но дело не в подвиге Шимшона в данный момент, а мы заняты коленом Иуды. Мы представляем себе колено колено Иуды. Представляем колено Иуды. Покой и спокойствие. Живем, как живем. И надвигающиеся проблемы с филистимлянами мы хотим решить как-нибудь. Они властвуют над нами, они собирают дань, пускай они собирают дань. нам бы только жить спокойно, вон у нас урожай хороший, мы им отдадим часть урожая, мы будем жить спокойно. мы понимаем, что трактат Баба Батра, который сказал нам, что Боас ни разу не пригласил Моноха на пиры, он намекает нам, что у Боаса была проблема с Монохом. И не столько с Монохом, естественно, и с Монохом, но и с семьей Моноха, и с Шемшоном, который, как говорят, встал на военную тропу. У него то же самое ощущение, что и у сыновей Иуды, которые выдают Шемшона через 18 лет лишти. Разве ты не знаешь, что филистимляне, если еще нельзя сказать, что они властвуют над нами на Боас, что это опасные люди, опасные враги, зачем ты с ними затеваешься? Мы видим здесь, в общем-то, довольно тяжелую картину. Монох, один из людей, который из Дана, который не ушел на север, а остался в своем наследном на деле и живет там. И Боас спрашивает, что мне может, что мне может Монох дать, что мне может вернуть, если его приглашу на пир? А разве Боас, он тебе уже не дал? Разве тебе он уже не заплатил тем, что он живет на границе, тем, что он и его семья так или иначе противостоят филистинлянам, и ты можешь в Иуде спокойно пировать? Разве он уже тебе не заплатил? Тебе нужен конкретный чек? Что тебе нужно? Ничего этого Боас не видит. У него проблема с Монохом. Ему не нравится тот путь, который выбрал Шемшон, его сын, которого, может быть, Монох представляется, должен был остановить. Вот. Ему не нравится это. И он не приглашает Моноха. И это проблема. Та тишь да гладь, да Божья благодать, которую мы видим в книге Рут она является она является является проблемой. Является проблемой. И очень мы понимаем, что скажем, Рут она удостоилась царства. Удостоилась нечто невероятного. Удостоилась то, что от него происходит и Давид, и цари Израиля, без которых невозможно представить себе становление царства и построение храма, и вообще как бы еврейский народ жив во многом их заслугами, заслугами Давида, заслугами Шламо. Как она это удостоилась? Все время подчеркивается, что Рут была скромной женщиной. Очень хорошо, замечательно. Скромность это очень важное качество, особенно если оно искренне, особенно если оно проистыкает от души, а не является подражанием или исполнением каких-то социальных норм, или желанием показать себя, как будто показать себя, подчеркнуть свою скромность, как говорят, я такой скромный, жаль, что об этом никто не знает. Вот надо свою скромность как следует подчеркнуть. так вот, если скромность это делает искренне, то очень хорошо, замечательно. Но представляется, что этого недостаточно для того, чтобы стать, так сказать, основой, краеугольным камнем царства, которое в скором времени зародится в Израиле. Что же тогда? Какие свойства есть еще Рут? Опять же, сам текст нам как-то не раскрыл это, а вот Гемара нам приоткрыл. Прежде чем мы сейчас обратимся к еще одному куску из Гемары, хотелось бы сказать вот какой момент, необходимо подчеркнуть какой момент, что в принципе женщина может сделать. что она может сделать? Она может только молиться. Может только молиться, только желать что-то. Может быть, может воспитать своих детей. Это тоже очень важно. Но часто это молитва. Она не может взять меч, она не может выйти против врагов, но у нее есть душа, у нее есть молитва, ее молитва слышится и всевышней. Например, когда мы знаем из книги Шмуэля, что хана приходит молиться в мешкан и молится, и потом у нее рождается Шмуэль, который становится руководителем народа. Она приходит молиться в мешкан, как мы с вами можем увидеть из книги Седора Дорот «Последность поколений», и из самого даже текста можем увидеть, она приходит молиться в мешкан в тот день, когда пришло известие о гибели Шемшона. И это большая трагедия для всего народа, и дальше начинается поиск пути, потому что если Шемшон погиб, если Шемшон не смог принести спасение сыновьям Израиля, то кто-то так сможет. И Хана молится не только, чтобы Всевышний дал ей сына, чтобы она как женщина чувствовала полноту своей жизни, чувствовала, что она исполнила свое предназначение в этом мире, она молится, чтобы он дал спасителя через нее сыновьям Израиля. И Всевышний днем рождается Шмой, это молитва женщины, это ее желание, это ее молитва. И таких примеров мы можем с вами увидеть несколько. Значит, Рут, по-видимому, ее сила не только в скромности, не только в скромности, а в том, что представим себе так, она сказала Науми, как мы с вами прочитали, что по дороге, когда Науми уговорила вернуться, Рут говорит, твой народ, мой народ, и Бог твой, мой Бог, твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог. Ну, хорошо, Бог, она знает, Науми ее научила, единство Всевышнего и так далее. А народ, что она знает о народе, который она поставила, кстати, на первое место? Что она знает о народе? Только то, что ей рассказала Науми. И вот она приходит в Иуду, и что она там встречает? Опять же, значит, если мы с вами откроем комментарий, Турат Мимай, наверное, мы с вами это сделаем в дальнейшем, то мы увидим, что она находит, что далеко не все в порядке. И могут и украсть. Идол поклонства это просто распространенное явление. И тот же Буаз вводит обязанность произносить благословение, употребляя имя Всевышнего, потому что имя Всевышнего забыли, представляете, забыли имя Всевышнего. Это значит, они не молятся Всевышнего, молятся другим богам. Имя Баала они помнят, Баала такого, Баала Всевышнего, это они все помнят, а имя Всевышнего не помнят. Бог сказал благословлять именем Всевышнего друг друга, чтобы вспомнилось имя Всевышнего. И разврат, к сожалению, встречается, и скромность, она далеко не на первом месте. Все на это видите. это тот народ, о котором она сказала, на уме твой народ это мой народ. Наверное, нет. Но что? Нету никакого горького разочарования. Она молится. Молится, чтобы Всевышний помог своему народу. И не только достичь духовного уровня, но и освободиться от влияния народов мира. Это как бы взаимосвязанные вещи. Нельзя взлететь духовно, если ты не освободился от влияния народов мира. Рут видит эту ситуацию, и она молится Всевышнему об этом. И вот мы посмотрим, как интересно Гемара дает нам понять, что Боаз в какой-то момент понимает Рут и он таким пророческим видением понимает, что у нее есть на душе, и он в общем-то соглашается с нею и дает ей благословение. Вот у нас в Талмуде, в Вавиланском Талмуде в трактате Санедрин у нас говорится, что Боаз дал ей шесть зерен ячменя. Мудрецы рассуждают, а может быть это не шесть зерен, а может быть это шесть корзин ячменя, но она не унесет эти шесть корзин. А тогда это шесть зерен, как буквально написано, говорят мудрецы. Разве Боаз сдаст такой подарок шесть зерен, что он совсем как бы человек жадный, не дай Бог. Нет, говорят, он дал шесть зерен, и это было намок, это было благословение, это было его согласие, согласие срут с ее взглядом на вещи, и эти шесть зерен намекают на то, что от нее произойдут шесть человек. Давид, Машиах, Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария. Давид, понятно, Машиах, допустим, должен быть потомкам Давид и также в будущем Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария. Есть другой вариант несколько, для того, чтобы понять, о чем идет речь, посмотрим и другой вариант. Я отмерил, есть ей шесть ячменей, и непонятных ячменей, корзин ячменя, зерен ячменя, это говорит рут-раба, медра-шут-раба, то же самое говорится, что эти шесть зерен, это намек, намек, и так сказал раби-гуда бар-раби-симон, в ее заслугу дал он ей благословение, что от нее произойдут шесть праведников, и кто же эти Давид, Хискиягу, царь Хискиягу, Йошиягу, Ханания, Мишаэль и Азария, они в этом тут выступают как единые целые трое, Ханания, Мишаэль и Азария, Даниэль и царь Маших. О чем идет речь? Что Буа загадал? Что он понял, о чем она молится и согласился с нею, и дал ей благословение, чтобы ее молитвы состоялись? Что отличает этих людей? Если мы начнем с Ханания, Мишаэль и Азария, то нам будет в общем-то все ясно. Ханания, Мишаэль и Азария были готовы пожертвовать своей жизнью и пожертвовали бы, если не чудо, которое случилось для них, ради чего? Во имя чего? Во имя одного? чтобы не умерла национальная идея, чтобы не умерла национальная мечта. Ханания, Мишаэль и Азария не склонились перед статуей надходной цара, когда все остальные сыновья Израиля склонились для того, чтобы сказать, вы признаете власть Бабеля, вы считаете, что она будет продолжать вечно, из этого вытекает, что вы никуда не вернетесь из Бабеля, из Бабелона. Мы нет. Мы напомним всем вам, что есть в самой отчаянной ситуации мечта никогда не умирает. Какая мечта? Создание царства, возрождение царства. Не жизни в Бабеле, не только изучение Торы, но создание царства и возведение храма. Это Ханания, Мишаэль и Азария, это то, что их отличает. Давид. Понятно? Это не только Тора, это борьба за создание государства, это завоевание всей территории, обещанной Аврааму. Машиах. Кто такой Машиах? Машиах прежде всего царь, который завоевывает землю Израиля, который собирает народ Израиля, который строит храм. Не только возвращает людей к Торе, он не возвращает людей Торе в Галуте, он создает царство из ничего. То есть, если мы пойдем в Медраж Раба, Крут Раба, то мы тоже самым увидим здесь. Хискияву. Хискияву. В чем его сила? Он отстоял страну. Отстоял, не только распространял знания Торы среди сыновей Израиля, он в отчаянной ситуации отстоял страну, противостоял Ашуру, до последнего, пока не было сделано чудо, которое спасло его. То же самое можно сказать Ишияву, он видел себя как царя как царя всего царства и южного, и северного. Речь идет уже давно о времени, когда давно уже государства раскололись. Северного царства времена Ишияву практически не существует. Он занимает эту территорию. Он царь и он считает, что когда если фараон пройдет по земле, то это оскорбление национального достоинства и одновременно оскорбление имени Всевышнего, Ханаде, Мишаэле, Азаре, Даниэле, Мелиха, Машиах, царь Машиах, мы уже разобрали это и мы можем представить себе, что говорят нам мудрецы, это шесть зерен. Здесь нет царя Ашламу, великого царя Ашламу, который действовал миром, который действовал со стороны политики. Здесь есть цари, которые воевали, боролись в отчаянной ситуации. Бог загадал о чем думает Род. Она понимает необходимость освободиться от влияния хананских племен. Она понимает необходимость стоять плештин и завоевать их опять, так как колено Иуды завоевало их в начале заселения земли, в начале завоевания земли еще во время Наяшуа. Она понимает эту необходимость и Боас соглашается с ней. И благодаря этому, благодаря ее мечте, благодаря ее молитве в конце концов поднимается царь Давид из ее потомков, который и разгромил плештин на голову и завоевал всю землю обещанную Аврааму. И потом из ее потомков поднимаются цари, которые даже в отчаянной ситуации готовы бороться, не готовы смириться, не готовы отправиться в изгнание в Галу и думают не только о Торе, но и о стране, о том, чтобы освободить ее от врага. Здесь я делаю паузу. Если есть вопросы, то я с удовольствием стараюсь ответить на них. Те, кто смотрит через Фейсбук, большое спасибо, что присоединились и отключились. Но я отключу, чтобы Фейсбук изменился, отключу. Желаю всего хорошего, потому что неудобно разбирать вопросы через Фейсбук. Так что всего доброго я отключаю. Тут прямой эфир. Жду ваших вопросов в письменной форме. А те, кто на Ленмод, самые верные и надежные ученики, вот я вас спрашиваю, есть ли у вас вопросы. Я сейчас остановлю здесь share. Пожалуйста. Что-то хочется спросить? Окей. Ладно. Если нет вопросов, будем считать, что более-менее все понятно, идея понятна. У нас не остается другого какого-то. Так вот, надо посмотреть в чате, что у нас делается в чате. В чате тоже нет вопросов. Так что... Вы рассчитываете эту тему на сколько занятий? Насколько получится. Я сегодня как бы мы взяли основной момент, вот как бы да, основной рисунок книги Рут. у нас есть дальше тема земли Израиля, которая просвечивается через всю книгу Рут, высвечивается. Ну и другие моменты, как бы каждое несколько занятий, как у нас получится, пока мы не исчерпаем основные темы, два, три, может быть, четыре занятия, мы постараемся посвятить книге Рут. Как получится. Каждый раз выделяя какие-то главные темы. Равзия, можно вопрос, пожалуйста? Обязательно, очень хорошо даже, да. А вот скажите, пожалуйста, откуда в голове у Рут взялися вообще такие глобальные молитвы? Я вам скажу. Она вот так думала и размышляла, откуда у нее такие мысли взялись великие в ее голове, если она вот только пришла в землю Израиля вообще вот. Я вам скажу. Рут дочь царя, дочь царя, внучка, может быть, не внучка, может быть, больше, царя Иглона. И мы понимаем, что как бы мы эту тему не затронем. У нас тема, да, и здесь, наверное, одна из тем на следующий знание будет тема Геюра. она дочь царя. И женщина, у которой есть представление о том, что такое народ и как народ должен строиться. И мы видим, что она Наоми прежде всего говорит «Твой народ, мой народ». А потом она говорит «Твой Бог, мой Бог». Это не значит, что для нее вера не важна. Но без народа, без сформировавшегося народа, без народа, который создает царство и создает царство, для нее нету этого понятия Бог. Что такое Бог без народа? И она начинает с этого. «Твой народ, мой народ. Твой Бог, мой Бог». И как человек, который пришел со стороны, тем более выросший в царском доме, а это очень-очень важно, понимаете, человек, который вырос, то, что называется в обстановке Ацула. Как нам перевести Ацула? Но в в обстановке дворца. Обстановка дворца, как мы понимаем, там может быть все, что угодно, мави, нравы, не очень-то положительные, идол, баклонство, но там есть один момент. При дворце есть один момент. Слуги царя, они могут выпивать на Перу, там может быть, не дай Бог, разврат, там, и все, но когда приходит час, момент, они выходят на войну, впереди своего войска, и они жертвуют жизнью своей ради народа, ради народа, ради царства они жертвуют своей жизнью. Поэтому мы представляем себе, что об этом пишет, кстати, Мальбин, когда он рассказывает о Маше, что не случайно получилось так, что Маше вырос во дворце фараона, он вырос среди Ацула, он вырос среди придворных, среди, так сказать, офицеров, воинов, и у него было понятие национальной гордости, национального достоинства, именно поэтому, когда он вышел и увидел, как бьют евреи, и он себя ассоциирует с евреями, как с народом, он не мог это стерпеть, потому что он вырос во дворце фараона, другие терпели, а он не мог это стерпеть. На то же самое и с Руд. Она пришла с той стороны, она пришла из царского дворца, из дома, где национальное достоинство, борьба за свободу, это прежде всего, и вот она как бы видит, приходит в Иуду и выйдет в эту ситуацию, видит эту ситуацию, покой и благополучие. Чем занят Боас? Боас занят политической деятельностью, объединением колен на таком политическом уровне. Колен довольно разрозненный, и вот он пытается, как бы, выдавая своих сыновей за дочерей других колен и приводя к себе женихов для своих дочерей из других колен, он пытается создать единство колен. Руд видит, что это не главное, и это немного поздно, то, что делает Боас. Может быть, это можно было делать раньше, это немного поздно. Сейчас, возможно, только одно борьба. Борьба с канонскими племенами и с Плештим только это может вернуть и национальное достоинство, и духовный уровень народа. Только это. Она это понимает. Она это понимает. Потому что это взгляд со стороны, взгляд как бы из человека, но решил при дворце. Спасибо большое. Потрясающий ответ, конечно. Получается, что Всевышний тому человеку, который правильно понимает его путь, фактически для него нет никаких преград. И используется его потенциал, который есть, чтобы достигнуть тех целей, которые нужны. Это правильно, да. Но проблема в том, что это не всегда получается сразу, как видите. Иногда это может занять даже несколько поколений, но никогда вот такое устремление души, оно не пропадает. Можно привести целый ряд примеров. Можно привести Агадот Прасару, Проэстер. То есть женщина, которая не может взять меч, кинжал в руки, но она мечтает о молитве. Она воспитывает детей, и это дальше поднимает вот целую такую, так можно сказать, духовную волну. Равзеева, еще вот такой вопрос. Вы затронули Маше, а я вот недавно слышала такую мысль, я не знаю насколько она правильная, что Маше он и не был никогда в рабстве, что вот именно вот то, что вы сейчас говорили, вот созвучно прозвучало, что он рос во дворце, и он не мог терпеть вот этого. То есть фактически он выводил народ, но сам он никогда не был в рабстве. он выводил из рабства народ, но сам не был. Вот можно ли оттолкнуться от этого момента, чтобы задать вопрос? Или нет? Или изначально это не правильно? мысль сама по себе, о которой говорить, она очень правильная. Он не был в рабстве физически, и он не был в рабстве ментально, если так сказать. Он был совершенно свободным человеком, с реакциями совершенно свободного человека. И он совершенно не был ментально в рабстве. Был еще один человек, который может быть физически был в рабстве, ментально остался совершенно свободным. Это его брат, Аарон, который еще в Египте был пророком. Пророк не может быть рабом, не может подчиняться хозяину. Он был, если он не вырос в дворце, как Маше, если он формально был рабом фараона, то ментально, как бы умственно он был совершенно свободным человеком, он был пророком. Но это как бы скобка. Теперь, пожалуйста, вы хотите спросить, что-то. тогда я задам вопрос. А как же тогда можно выйти из рабства человеку, который все время был в рабстве? Это вообще возможно такое действие? Или это только в мечтах каких-то? Или что должно произойти, чтобы вот раб понял, что он не раб? Если он всю жизнь был раб? во-первых, во-первых, у человека всегда в любой ситуации есть свобода выбора. Но вы правильно говорите, что человеку с рабской психологией очень трудно освободиться. Это можно сделать, но это трудно освободиться. Поэтому хорошо, если бы кто-то его потянул снаружи, если бы он потянулся за тем, кто его тянет из рабства, уже хорошо, уже великий подвиг. Не оставаться, не сказать, как там говорили Маше, отстань от нас, мы лучше будем работать египтянам, будем служить египтянам, отстань от нас. Не могли представить себе, не готовы были многие потянуться за Маше, есть человек готов потянуться за тем, кто уводит его из рабства, кто освобождает его, то это уже сам по себе великий подвиг. Можно освободиться самому, потому что свободу выборов всегда есть у человека. Очень трудно. Но хорошо, если тебя кто-то потянет, вот как Маше, как народ. Спасибо. Окей. Хорошо. Ладно. Равзиев, можно вопрос? Здравствуйте. Пожалуйста, да. Равзиев, не всегда был камень преткновения. Почему считается, что Рут приняла Геюр не тогда, когда она вышла замуж, а именно, когда только лишь уже с нами вышла из Маава. Это однозначно? Это только так расценивается? или возможно она уже знала про еврейский народ, она уже приняла уже тогда для себя и уже тогда, можно сказать, что она прошла Геюр, когда она вышла замуж за сыновей. Смотрите, мы тему Геюра постараемся обсудить отдельно. в следующий раз. Но предварительно можно сказать. Поэтому есть здесь разный взгляд на вещи, но мой взгляд здесь детали не так важны. Важно то, что она душой присоединилась к еврейскому народу. есть целый ряд взгляд на вещи. То есть безусловно она прошла Геюр, но как и в то время или как сегодня, в то время стояли вопросы насколько этот Геюр может быть принят, насколько он может быть полноценным. И есть мнение, что она проходила Геюр второй раз. Как есть случаи, к сожалению, в наше время, когда из-за политики Рабанута людей, которые прошли Геюр и уже несколько лет соблюдают, их заставляют проходить Геюр еще раз. Людей, которых вообще не может быть никакого подозрения, что они там что-то не хотят соблюдать или что, их заставляют проходить Геюр еще раз. Вот примерно такая ситуация могла быть и там. И обязательно подробно разберем. И разберем, что такое Геюр. И как правило, Гер приходит для того, чтобы взять что-то у еврейского народа, проникнуться его свойствами. Но бывают случаи, когда он приходит что-то дать, привнести в еврейский народ, то, что не хватает. Бывают такие случаи. рута, как раз этот случай. Постараемся все разобрать со всех сторон. Мне хотелось с вами как бы ухватить вот основной такой рисунок книги, потому что наша проблема, наша проблема в том, что мы изучаем гемору и изучаем ее в отрыве, совершенно в отрыве от скажем, от истории, от самого Танаха. И мы можем книгу рута учить и не задумываясь в какое время это происходило. Или сказать тебе в Кемаре, мы прочитаем, что Буаза-то ивцан. Ну и ладно, ивцан там, да, вот ты когда жил, что, какая обстановка была, ничего нас это не интересует. Мне хотелось с вами прежде всего сделать такой урок, когда мы видим, как через, если книгу взять саму по себе, там все тишь да гладь да Божьего благодать. Когда ты берешь это в исторической перспективе в связи с текстом Танаха, тут же высвечиваются проблемы, тут же ты видишь проблемы. Проблема это не значит, что кого-то обвинять, там Боас, такой-сякой, там скажем, Моноха не пригласил, да, я далек от этой мысли, Боас величайший человек, я не знаю, что бы со мной было, если бы поставить меня на его место, да, я бы там сгорел, там скажем, или превратился в какой-нибудь камень, там скажем, если на меня положить такую ответственность, которая лежала на нем, надел бы в миллион больше раз ошибок, чего он наделал, дело же не в том, чтобы судить кого-то, дело в том, чтобы понять проблемы и иметь верные взгляд на вещи, в этом дело, понимаете, а часто, как бы, да, вот хороший и плохой, хороший и плохой, и это невозможно сказать ничего, Тора сама, уникальность Танаха и Торы в том, что эти книги пронизаны критикой, зачем говорить только о хорошем, надо говорить о проблемах, и когда ты видишь, опять же, вот такую тишь да гладь, надо искать проблемы, это мне хотелось с вами сегодня сделать, вот, дальше посмотрим детали, которые касаются книги Руд, я с вашего разрешения останавливаю запись и заканчиваю, заканчиваю урок и жду встречи с вами уже с нетерпением на следующей неделе, всего-всего самого доброго, вот, и хорошего, хорошего времени между Песахом и Шивотом и дальше, естественно, всего самого доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо большое. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова